Жизненно важная тема для жителей Звенигова – ремонт канализационного коллектора. Недавно в городе начался его ремонт, с завершением которого Звениговцам можно будет в прямом смысле слова вздохнуть спокойно. Власти района при поддержке правительства республики стремятся как можно быстрее произвести все необходимые работы. Затем, как продвигается ремонт, а также за диалогом власти и граждан, наблюдала наша съемочная группа. Ремонтные работы по замене канализационных сетей из Звенигова набирают обороты. Финансирование выделено в должной мере. Подрядчик имеет на руках дорожную карту. Все сроки выполнения работ четко согласованы. Поскольку система местами практически полностью пришла в негодность, строители постоянно сталкиваются с различными трудностями, осложняющими работу. Вот сейчас весенний паводок внес свои водные коррективы. При сильном таянии снега очень много талой воды, которая попадает в том числе и в канализационный коллектор, и на те участки, где сейчас проводятся работы подрядной организации спецгидрострой. Как раз вы видите, вот сейчас проблемы также возникают и у них, значит, с подпором талой воды. То, что сейчас находится на участках, которые принадлежат, значит, собственников, это в основном сейчас вода, конечно, талая. Потому что те разливы, которые были до этого, были устранены. Сейчас его просто подпор талой воды дает вот этот высокий уровень. Встречи администрации с населением проходят регулярно. Люди обеспокоены тем, что талая вода заливает их участки. В данный момент активно идет ее откачка. Как заверили всех собравшихся представителей администрации и подрядчики, это именно талые воды, а не канализационные стоки. Откачка воды в период интенсивного таяния будет вестись регулярно. Местные жители активно интересуются ходом ремонтных работ. Люди устали от многократных обещаний, от неустроенности быта и хотят, чтобы все было сделано максимально быстро. Многие с трудом сдерживают свои эмоции. Когда работа будет сделана, тогда она будет считаться сделанной. А я считаю так, что, например, допустим, делать только ради того, чтобы что-то делать, этому мало. То есть вы недовольны качеством? Я недовольна обещаниями, потому что, получается, их слышно уже несколько лет. Когда все будет сделано, тогда я первая отвешу земной поклон и скажу, что у нас замечательная администрация, теперь у нас в городе не воняет дерьмом. Вот у нас ведь перед домом уже не вбивали, сваяли. Ничего, дом треснул, конечно, но, тем не менее, не развалился. Мы все терпим. Ловим телевизор со второго этажа, ловим хрусталь. Ну а что делать? Иного выхода нет. Поэтому я думаю, что надежда есть. И этой надежде суждено сбыться. Ведь ход ремонта находится на постоянном контроле не только у администрации района, но и у правительства республики МРИЛ. Необходимо ответить, что работы никаким образом не свернуты, они продолжаются, источник финансирования есть. Была обозначена проблема недостаточности средств для продолжения этих работ. И в настоящий момент правительством принято решение о выделении еще дополнительно 11 миллионов 438 тысяч из резервного фонда правительства на финансирование работ по ликвидации аварийной ситуации. Также на совещании принято решение о ускоренной разработке проектно-сметной документации на устройство модульной насосной станции и напорной канализации срок завершения данных работ обозначен 1 сентября этого года. Так же, как и 1 сентября этого года, должны быть завершены работы по капитальному ремонту самого тела коллектора. Ориентировочная стоимость работ, которые будут выполнены по проектной документации, составляет 30 миллионов рублей. Конечно, эта стоимость будет уточнена в ходе разработки проектной документации и прохождения госэкспертизы. И планируется реализовать этот проект в период с сентября по ноябрь этого года. Таким образом, правительство держит данную ситуацию под контролем и планирует завершить производство всех работ по ликвидации аварийной ситуации в этом году. Вот здесь показано то, что было выполнено, какие работы, начиная с 2015 года. Их выполнено всего, в том числе в 2018 году и уже выполняется в 2019 году, 1054 метра. То есть остается нам около 400 метров. Но вся беда в том, что выполнялись фрагментарные работы, и, соответственно, у нас целостности картины не было. Теперь решение принято, чтобы выполнить общий проект всех работ и завершить все работы в этом году с тем, чтобы этот вопрос полностью снят. Согласно дорожной карте, данный участок канализационной сети будет выполнен до сентября. Финансирование выделено в полном объеме. И, как заверил нас подрядчик, вся работа будет исполнена качественно и в четко указанные сроки. Не забыли и об экологии. На данном участке произведут рекультивацию земли. Таким образом, весь испорченный стоками грунт будет заменен, и жители Звенигова смогут насладиться по-настоящему чистым волжским воздухом.